Жены заключенных рассказывают. Они стали свидетелями, как в спецучреждения заехали вооруженные люди. Потом женщины услышали крики о помощи из колонии. Это обеспокоило родных и они потребовали разъяснений. По словам родственников заключенных, ни прокуратура, ни сотрудники зоны строгого режима не реагировали на их просьбы. Все это есть на видео. Стали слышны крики, причем очень сильные крики бешеные, как будто людей убивают. Родители стали возмущаться, стали пробиваться. Все, были применены спецсредства, вышли вот эти вот люди, как бы в щитах начали применять дубинки. На утро возмущенные женщины направились к зданию областного Акимата. Они потребовали у чиновников разобраться в ситуации и разрешить им свидание, чтобы удостовериться, живы ли их родные. Где находятся те 60 человек, которые вывезли с лагеря? Куда их дели? Теперь мы требуем, чтобы все родственники увиделись со своими детьми, со своими родными, чтобы все увиделись. В колонии утверждают, волнение устроили сами родные заключенных. Они набросились на сотрудников и даже якобы проломили кирпичную кладку. В итоге полиция задержала троих участников беспорядков, а в тюрьме, по словам полицейских, проводились плановые проверки. Мол, родные запаниковали, когда осужденные не отвечали на звонки. Все запрещенные предметы были изъяты, видать, не могли связаться с ними или как в этот день, потому что целый день об узковые мероприятия шли. Но изображающие из себя праведников-надзиратели все-таки пообещали родным осужденных краткосрочные свидания. Не обошлось и без жертв. Ночью якобы от сердечного приступа в зоне скончался 55-летний заключенный. Хоть в ведомстве и заверили, этот случай никак не связан с проводимыми мероприятиями, но слишком трагичное вышло совпадение.